Всем привет, друзья! С вами Славная Семья. Точнее, Евгений. Я сегодня один поехал. Вот опять на заявку по работе. Вот, решил снять Славинск. Как бы проеду через весь город. Сниму трудобелики. Тут по просьбе одного из подписчиков очень просил снять трудобелики. И трудобелики это примыкает к Славинску на Кубани. Как бы получается, с какой? С восточной стороны. Находится с другой стороны реки Кубань. Отделяет Славинский мост. Трудобелики уже Красноармейский район. И поедем как раз в станицу Полтавскую. То есть в районный центр Красноармейского района. Там по работе. И на обратном пути еще хочу снять хутор. Хутор или станица Октябрьская. Вчера там был, мне очень понравилось. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После этого моста начинается хутор Трудобеликовский Местные называют Трудобелики, а так он вроде как хутор Трудобеликовский Хоть он и хутор, но я вам скажу, что хутор этот не маленький По всем улицам я естественно ездить не собираюсь, потому что там грунтовые дороги Там подвеску можно оставить на этих грунтовых дорогах Ну и там смотреть-то нечего, частный сектор Ничего особенного А вот еду по центральной дороге Кстати, вот эта дорога от моста И вот мы сейчас едем в сторону переезда железнодорожного Летом высокий сезон Каждый день здесь пробки Каждый день И вот видите, даже сейчас еще вообще Вообще не сезон, но уже вот Такое плотничковое движение С левой стороны вот здесь это авторынок Приезжают здесь продавать машины Здесь продают запчасти какие-то для машин Проехали мы здесь гипермагнит большой Затариваться, приезжает сюда много народу Кстати, сегодня суббота, базарный день, видите То есть до сих пор еще здесь не отошли авторынки Хотя уже сейчас все продают через интернет Но вот здесь перекупы все тусуются здесь И приезжают здесь колхозники со станиц Продавать свои жигули Потому что жигули здесь до сих пор в цене Это до сих пор считается народный автомобиль Вот, поворачиваю я на станицу Полтавскую Вот, обратите внимание Сейчас видно вот это За этим зданием вот школа С левой стороны, с правой стороны Дворец культуры Вот слева школа Такая довольно-таки индустриальный техникум Школа все в одном месте Тут напичкано Вот, ну вот это вот центральные дороги Асфальтированные Да, все остальное здесь грунтовка Причем такая жесткая грунтовка Зимой превращающаяся как бы в такое Не очень приглядное состояние Вот, ну вот какие-то они такие Примерно трудобелики Здесь камеры На этих асфальтированных дорогах Ну домики, смотрите, как везде То есть богатство, соседство с нищетой Со страшной То есть я вот по работе езжу То есть приезжаешь один день в один дом Там дом ломится от роскоши На следующий день приезжаешь на заявку к соседу И там без слез не взглянешь То есть вот так вот оно сейчас везде Куда ни приедь Вот такие вот трудобелики Смотрите, яблоньки расцветают Очень красиво Нынче, наверное, год Урожайный год Начинает все цвести Распускаются почки У нас, кстати, на участке Мы посадили платье фруктовые деревья Прижились, но на удивление Распускаются Так что Кода может быть через 3-4 Будет какой-то урожай Внимание, друзья Очень стало много гаишников Хочу сказать, что Летом их не было Летом они кормятся в других местах А сейчас я не знаю, с чем связано То ли какая-то голодовка началась То ли что Но реально Повылазило столько гаишников Что это не в сказке сказать И Даже мало того, что они стали стоять Тут на дорогах Они стали еще заниматься Знаете, какой ерундой Они Начали заниматься охотой То есть они Садятся в машину Включают свой видеорегистратор Едут за кем-нибудь И Снимают Я про то, что Я знаю, что это было Такое Распространено Но здесь этого Не было По крайней мере Вот Летом Да, вот В прошлом Не было такого Вообще не было гаишников Я еще поражался Как так В городе можно хоть пьяным ездить Вообще никого нет А сейчас Повылазили И вылезли на охоту Не знаю, с чем связано Вот Я тут просто Маленечко Сокращаю Бочек Сейчас надо Наверное В навигаторе Будет забить Куда вообще ехать Ну вот Так вот Примерно Выглядит Полтавская Вот такие Вот домики Вот Сейчас мы Кстати Тут уже Подъезжаем На место Ну это мы На самом Начале Полтавской Я потом поеду Через центр Проедусь еще раз И потом Съездим На станицу Октябрьская Интересно Вот мы доехали На этот Ориентир Танк Вот этот Танк Т-34 Все здесь Горят Возле танка Возле танка Вот здесь Такое Кольцевое Движение То есть Право Славянск На Кубани Лево Краснодар И вот Сейчас мы На этом Колечке Тут будем Сворачивать Хутор Октябрьский Хочу вам Снять Мне вчера Очень понравился Этот хуторочек Такой Интересный Движуха Здесь Ребята Очень Оживленная Спиливают Ну да Вот поснимать Эту вторую Анапу Которую Пристроили Уже Существующий И хочу Поснимать Сиротские Домики Как я их называю То есть Для того Чтобы понять Как там Некоторые Товарищи Проживают Вот Будет Очень интересно Обязательно Как будет Подходящая Погода Я это Сниму Но Там Дело В том Что Сейчас Вот Это Весна Там Облачность И Снимать Не очень Красиво Когда Будет Яркая Солнечная Погода Обязательно Я это Все Сниму Вот Мы Подъезжаем Хутор Октябрьский Вот Видите Канал Здесь Такой Интересный Смотрите Да Дорожники Постоянно Что-то Делают Постоянно Тут Что-то Какие-то Спиливают Деревья Да То есть Хоть Я их И ругаю Да Но Они Молодцы Потому Что Они Что-то Делают Это Говорит О чем Это Говорит О том Что Муниципалитеты Выделяют Деньги То есть Деньги В крае Есть На край Тратится Очень В край Вкладывается Очень Много Финансов Вот Сейчас Это Тут Центр Хочу Обязательно Может Дисциплинированные Водители Вчера Кстати Я думал Проеду ли А нет Через Вот этот Ограничитель Высоты Видите Грузовым Нельзя А я же Грузовой Но у меня Где-то Запас Сантиметров Десять По крыше Есть Я вчера Проезжал Поэтому Сегодня Еду Без Опаски Вот Это Центр Станица Октябрьская Сейчас Будем Выходить И снимать Так Надо Все Сокрыть Ой Зайду Магазин Хоть Соку Какого-нибудь Солик Или Что-то Так Проголодался Уже Это Блогерство Это Оно Выматывает Друзья Возьмем Наши Доллары Обесценившиеся Кстати Кто в курсе Давайте делать Ставки Когда Произойдет Подорожание Я думаю Что после 22 Будет Первая Ласточка Подорожание Всего И Вся Летом Будет Скорее Всего Подорожание Топлива Но К Новому Году Традиционно У нас Это Уже Традиция Кстати Тут По радио Чуть Не уржался Уже Наши Чиновники До того Оборзели Что Оправдываются Говорит Подорожание Топлива Не ожидается Потому что Инфляция Не такая Большая Как мы Говорит Ожидали Поэтому Мы не будем Поднимать Цены на топливо Несмотря На то Что Цены На нефть Упали Вот Здесь Смотрите Шикардосная Детская Площадочка Которую Кстати Что-то Ремонтируют И делают Еще Тут Что-то А нет Там Играются Детишки Администрация Администрация И цивилизация И цивилизация И цивилизация Почему В России Центральной Такого нет То есть Там Вот На Урале Есть Деревня Туда Приедешь И думаешь Бог же мой Здесь Только Вот Понимаете Водку Пить Больше Вообще Там Нечем Заниматься Абсолютно Здесь Как-то Что-то Вот Люди Работают Я приезжаю Да Понимаете В станицу Мы там Работаем Там Сям Что-то Где-то Понимаете Находят Работу Работают Работа Есть Все Говорят Работы Нет Работы Нет Не знаю Ребят Где вы Живете Блин Что у вас Там Есть Работа Говорят На Кубани Нет работы Да Все Я вот С кем Не поговорю С местными Никто Не страдает Все Где-то Что-то Работают Как-то Живут Понимаете И многие Живут Неплохо Очень Даже Неплохо Даже Я Вот Понимаете Приехал Здесь Как-бы Сам На себя Тружусь Иногда Возникают Мысли Насчет Трудоустройства Да На работу Но Я понимаю Что совмещать Официальную Работу Где-то На Кого-то На дядю Да И От этого Будет Страдать Как-бы Свое Дело То есть Оно Будет Конкретно Страдать И Не Получится Уже Так Зарабатывать Допустим Все равно Чем-то Приходится Жертвовать То есть Ну вот Когда Допустим Бывают Такие Времена Когда Затишь Я там Какой-то Новый Новый Год Обычно Сентябрь Когда Первое Сентября Или После Нового Года Вообще Когда Глухота Не Продажи Ничего Не Идут Вообще Весь Бизнес Все Стоит Вот Тогда Начинаешь Задумываться О работе А когда Лето Все Классно И Высокий Сезон У всех Все Продается У всех Все Покупается И Как бы Никто Не Страдает И Тогда Думаешь Да На Какой Черт Устраиваться На Какую-то Работу Зачем Это Все Надо Здесь Ты Сам Себе Хозяин Сам Себе Предоставлен И Зачем Чего-то Куда-то Кому-то Идти Продаваться Но Вы Знаете Я Что Есть Образование Да Если Сейчас Меня По крайней Мере Хоть Куда-то Чего-то Где-то Может быть Я Устроюсь Да Есть Чисто Хотя бы Какая-то Теоретическая Вероятность Того Что Меня Еще Могут Взять На работу С какой-то Перспективой Да То Понимаете Когда Будет Уже 50 лет То Максимум Куда-чего-то Можно Будет Устроиться Это Охранником Потому Что Уже Ты Скажут Дорогой Товарищ Ты Чем Занимался Все Эти Годы Расскажу Я Там На себя Работал Я Просто Знаю Таких Людей Которые Всю Жизнь Занимались Там Своими Делами И Потом Они Ближе К такому Преклонному Возрасту Сталкиваются С тем Что Никому Они Понимаете Не нужны Реально Только Охранником В магазин Идти Работать И Все Поэтому Не знаю Честно Говоря Если бы Подвернулась Какая-то Перспектива Хорошей работы С какой-то Перспективой Да Именно Именно С перспективой Не просто Чтобы пойти Зарабатывать Какие-то Там Деньги Да Для того Чтобы Жить Для того Чтобы жить Можно И Своими Делами Заниматься А именно На перспективу Понимаете То есть Тогда бы Я бы Наверное Пошел Но Пока Чет Я особо Не вижу Нигде Никаких Вот таких Возможностей Именно Поэтому Я вот Почему Люблю Ездить Да То есть Общаться С клиентами Стояно Что-то Узнаешь Новенькое С одним Поговоришь С другим Уже Понимаешь Как там Как там И Стоит ли Вообще Туда Соваться Потому что Понимаете Вот Устраиваешься Ты Допустим На работу Да Ты тратишь Своё время Ты тратишь Часть Своей жизни Допустим Устроился Ты там Через месяц Понял Через два Что там Делать нечего А ты уже там Поработал Уже потратил Какое-то время Получил Отрицательный Заряд Эмоций И потом Знаете Вот Уже Раз ты Получил Отворот Два Получил Отворот Потом уже Не хочется Вообще Вот куда-то Что-то идти Пробовать Уже везде Мерещится Что везде Всё плохо И Поэтому Лучше Если куда-то Идти работать То надо Обязательно Наводить Справки Чтобы не было Потом Мучительно Больно За бесцельно Прожитые годы Вот смотрите Красота Красота Да Вот это Вот Далеко не районный Центр Это Обычная Станица Краснодарского Края Кто местные Смотрят Расскажите Обязательно Что знаете Про эту Станицу То есть Чем она Славится Какие Здесь есть Там Организации Предприятия Где люди Где люди Работают Потому что Это Интересно Все Таки Самый Популярный Вопрос После Климата Это Работа Насчет Насчет климата Тут Кстати Один из подписчиков Спрашивал Про влажность Вот смотрите Насчет там Влажности Погоды И всех этих Вопросов Скажу так Как житель Урала Весна Осень Здесь Просто Кайф Вот я Сейчас Кайфую Вот сейчас Здесь Март Месяц Сейчас Здесь Для меня Летняя Уральская Погода На самом Деле Чисто Для меня Мне Жарче Погоду Не надо Если бы Все Лето Было Так Я бы Наслаждался Но Дело В том Что Вот там Где Родился И вырос Последние Лет Наверное Десять Лета Такое Знаете То есть Да Погода Не жаркая Но Постоянно Почему-то Какая-то Облачность Постоянно Хмурые Тучи Ходят Над головой То есть В месяц Если там Дни 4-5 Постояла Солнечная Погода Это хорошо А так Постоянно Небо Затянуто Чем-то И Знаете Я такой Человек У меня Настроение Зависит От погоды Если я Встал Вот эта Хмурость Мне Реально Ничего Вообще У меня Как говорится Нет желания Абсолютно Что-то делать А вот Когда утром Встаешь Светит Солнышко Бодрячком Ты встал Сделал Там Зарядку Что-то Попрыгал Побегал Выпил Чашечку Кофе Блин У тебя Сразу Столько Идей Тебе Сразу Все Хочется Делать И мне Вот Это Здесь В Краснодарском Крае Я от Этого Кайфую То есть Здесь Какой-то Получаешь Заряд Вот Этой Солнечной Энергии Весной Осенью Здесь Мне Очень Нравится Летом Летом Смотрите Какая Ситуация Летом Нужно Вот Июль Август Да Это Либо В период С Одиннадцати Часов До Четырех Часов Вот В это Время Лучше Находиться Либо Дома Под Кондиционером Либо Где-то Возле Море То есть В каком-то Прибрежном Городе Потому что В прибрежных Городах Поддувает Ветерочек С моря И там Более-менее Сносно В центральных Вот Которые На материке Да Находятся На материковой Части Поселка Тяжело Переносить Вот эту Жару Особенно Если Где-то Кто-то Работает На каком-то Производстве Без Кондиционера Тяжело Особенно Для Сердечной Мышцы Это Все Чувствуется Работать Физически В жару Очень А Понимаете Еще в чем Дело Вот я Допустим Такой человек Я вот Живу В своем Доме И до Этого Как бы Я жил В своем Доме Было Время Мне Постоянно Надо Что-то Делать То есть По дому Что-то Делать Где-то Что-то Копошиться Ковыряться Прикрутить Подкрутить Там Приварить Понимаете То есть Постоянно Утром Вечером Что-то Надо Вот Я встаю Утром Я не могу Просто Сесть Включить Телевизор Кстати Насчет Телевизор У нас Сломался Телевизор Жена Говорит Давай Купим Новый Я говорю Ни за что Я не пойду Покупать Новый Телевизор Потому что Слава Богу Что он Сломался Телевизор Понимаете Потому что Смотреть Его Совершенно Невозможно Этот Телевизор Там Как Включишь И вообще Не понимаешь Как Еще Не сойти С ума Можно Поэтому Сломался И слава Богу Понимаете Сейчас Кстати Очень много Молодых Людей Вообще Его Не смотрят И Не кайфуют Так Вот Бывает У меня Такое Начну Что-нибудь Отвлекусь И потеряю Мысль О чем я говорил Сейчас Пойдем Перейдем Канал Вот А Насчет Того Что Погода Здесь Вот Летом В жару Работать Невозможно Вот Я начал Говорить Что Я постоянно Люблю Что-то Там Делать По дому Когда Особенно Под настроением Так вот Смотрите Какая Особенность Кубань Юг 45 Чего У нас 45 Меридиан Да Понимаете В чем Дело Темнеет Здесь Рано Очень Рано Темнеет Здесь Летом Начинать В общем Смотрите В 8 Часов Начинается Вечереть В 8 20 Тьма Кромешная Просто Тьма Кромешная Не видно Ничего Абсолютного Причем Понимаете То есть Вот допустим Если В центральной Полосе Как это все Происходит То есть Ага Начинает Что-то там Вечереть А ты думаешь Ну все Сейчас я Часа 2 2 2.5 Даже Может быть 3 Вот на Урале Я еще У меня есть время Закончить Свои дела За это время Здесь Если Начало Вечереть У тебя Есть 20 минут Через 20 минут Низги Не видно Понимаете В чем дело То есть Световой День Короткий Во-первых Световой День Короткий Во-вторых С 11 До 4 Невозможно Ничего Делать На улице Физически Невозможно Вы потеряете Своё здоровье Поэтому Для того Чтобы Что-то Успевать Вообще Делать По дому Вы должны Встать В 6 Лучше В 5 Утра Начать Работать До 11 Что-то Поделать То есть Грубо говоря 4 часа В 5 В 6 Вы встали 4 часа Вы поработали Потом Вам надо Отдыхать Вот это Пережидать Вот эту Жару Дома Под кондиционером Потом В 4 часа Вы снова Начинаете Что-то Делать И до Максимум До 8 Понимаете После 8 Всё Вот ничего Не видно Понимаете Тьма такая Что Какими-то Фонариками Что-то Там Подсвечивать Это Всё Ерунда Потому Что Допустим На Урале Там Понимаете Там Даже Ночью Можно Что-то Делать Там Видно Там Луна Даже Когда Нет Луны Вот Это Небо Оно Как бы Подсвечивает То есть Нет Такой Кромешной Тьмы А здесь Кромешная Тьма Просто Вот Кромешная Поэтому Понимаете Очень Короткий Короткий Получается День Вы Просто Напросто Ничего Не успеваете А если Ещё Где-то Работаете То Вообще Получается Абсолютно Ни на чё Не хватает Ремени Хотя Опять же Вот Сам Себе Противоречу Я Заметил Такую Вещь Что Когда Я работал На Организации На Предприятии Почему Когда ты Работаешь В организации У тебя Есть Какой-то Режим Ты Живёшь По этому Режиму И почему-то Получается Так Что У тебя Больше Свободного Времени То есть Ты Начинаешь Организовывать Время И Организовывается Больше Чем Когда Ты Занимаешься Своими Делами Работаешь Сам На Себе Не Знаю Как Так Это Парадокс Но Вот Это Так Почему-то Что Здесь У нас Продукты Магазин Очень Кстати Интересная Станица Очень Здесь Все Так Вот Красиво Асфальт Понимаете Причем Я хочу Сказать Что В этой Станице Асфальт Не только На центральных Улицах И Даже Много Здесь Асфальта В общем Так Скажу Приятно Здесь И пешком Прогуливаться И На машине Ездить У меня Уже Здесь Не первый Раз Вот Вчера Сюда Приехал И Появилось Желание Обязательно Снять Это Место Потому Что Здорово Здесь Универмаг 1959 Смотрите Как здорово Смотрите Какой Шикардосный Стадион Просто Шикарнейший Стадион Вообще Ну Конечно Славянский Стадион Тоже Там Хороший Там Сделали Вообще Искусственную Площадку Беговую Дорожку Но Здесь Знаете Такой Советский Союз Но Он Ухоженный Понимаете А я Большой Любитель Совдепии Прям Вот Я Тащусь От Этой Совдепии Особенно Когда Вот За ней Ухаживают Ее Не Забросили Мне Вот Вообще Я Не знаю Откуда У меня Это Взялось Я Вроде Дитя 90 Взялось Почему То Нравится Мне Вот Это Все Советское Люблю Люблю Я Как-то Вот Это Совдепию Понимаете Больше В ней Какой-то Духовности Человечности Что-ли Потому Что Вот Смотрю Я Блогера Очень Популярного Одного Алекс Брежнев Вот И тащусь Честно Признаюсь От него Даже У меня Некоторые Выражения Даже Сам Я Заметил Я У него Перенял Вот Это Человек В Америке Живет Как бы Он еще Рожден В Советском Союзе В Крыму Да И вот Он Как бы Тоже Рассказывает С изнанки Там Жизнь Вот И вот Понимаете То что Сегодня У нас Происходит Это Вот Все Аналогия Полная Западная Аналогия То есть У нас Санкции Мы там Чего-то Боремся С непонятными Ветряными Западными Мельницами Да Но В то же Время Мы Подражаем Западу Как Попугай Просто Как попугай Все Оттуда Перенимаем И все Самое Плохое Как правило Только Оттуда Перенимаем Вот И вот Начал я Говорить Про этот Ашан Да То есть Там Парнишка Стоял В этом Киевсе Я ему Гру Блин Слушай Гру Бесец Гру Как в Америке Слушай Я как Тащусь От этого Мне нравится Понимаете В чем Дело То есть Понимаете Молодежи Вот Я видимо Не такая Какая Молодежь Да Мне Это Не то Что Не нравится Я Это Все Знаете Мне Не знаю Почему Я не могу Это Аргументировать У меня Это Все Вызывает Рвотный Рефлекс Честно Вам Скажу Вот Вся Эта Америкосовская Хрень Вот Это А Основной Масси Это Все От Этого Кайфует Вот Не знаю Как Так Ну Вот Как То Так Такая Станичка Знаете Что Прекрасно Здесь Понимаете Кому Надо Тихой Спокойной Жизни Приезжайте Посмотрите Поле Полторы Машины Стоит Приезжаешь Паркуешь Вы Попробуйте В Краснодаре Подъехать Вообще Какому То Магазину И Найти Место Для Парковки Вот Просто Попробуйте Вы Не Найдете Вы Перематеритесь У вас Случится Нервный Срыв И Все Побелено Покрашено Есть На Это Деньги Да То Есть Деньги Выделяются И Не Все Разворовывается Посмотрите Ленина Серебрянки Покрасили Посмотрите Вон Какой Молодой Ленин Ну Вот Понимаете Зачем Строить Вот Сейчас Понимаете Вот Новое Вот Это Строят Да Вот Вы Согласитесь С тем Что Вот В Крыму Да Вот Эти все Постройки Мы Как-то Были В парке Миниатюр В городе Бахчисарай И Там Представлены Все Вот Эти Исторические Памятные Места Там Дома Так Скажем Олигархов Еще 19 Века Так Вот Я Хочу Сказать Что Сейчас Народ Строит Домики Вообще Строения Скажем Так Ни О чем Да То В сравнении С тем Как строили Раньше Какую Красоту Делали Сейчас Строят Все Из Самого Дешевого Из Самого Какого-то Суррогатного Непонятного Материала Какая-то Подделка Понимаете Мне 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 Нравится Стиль Сталинский Фундаментализм Как-то Оно Красиво На мой Взгляд Смотрите Какая Прелесть Поют Птички Вот Эти Деревья Красивое Солнышко Тепло Сейчас Да В курточке Но мне Не жарко Не холодно Вообще Замечательно Весна Осень Здесь Просто Я вот Балдею Вот Весной Осенью У меня Я бы Ни за что Отсюда Никуда Не уехал Вот Весной Осенью Зимой Здесь Сырость Сырость Конкретная Особенно Славянский Район Зимой Стоят Туманы Страшные По утрам Бывают Эти Туманы Даже За день Не сходят То есть Они Круглые Сутки Стоят Вот Сегодня Суббота Не все Магазины Работают Вот Зимой Сыро Зимой Прохладно Холодно Грязно Ну Знаете Как грязно Не так Допустим Как на Урале То есть Почва Суглинок Вон Дед Едет На Тарантасе Сейчас Проедет А то Ничего Не слышно Абсолютно Колхоз Стайл То есть Грязь Не такая Допустим Вот Как на Урале Жили Там Понимаете Там Если ты В грязь Зашел То все Ты с ног До головы Тебя Надо Всего В стиральной Машине Прокручивать Отмывать А здесь Такого Нет Здесь Не прилипает Вот эта Грязь Она Ни к колесам Ни к ботинкам И как бы Потому что Почва Такая Даже если Глина Она с песком То есть Суглинок Вот И поэтому Даже Зимой Здесь В общем-то Да Влажно Да Сыро Но Не сказать Что прям Грязь Такая Как Месиво Знаете Поэтому Вот По климату Такие Особенности Вот Смотрите Храм Станицы Храм В храме Я недавно Был Не пойду Особенно С камерой Не культурно Ходить В храм Не по-христиански Смотрите Все для жизни Все магазины Аптеки Амбулатории То есть Есть все Район и центр Кстати Относится он По-моему Красноармейскому району Да Красноармейский Красноармейский район Районный центр Станицы Полтавская Вон видите Какое-то предприятие Скорее всего Это ДРСУ Дорожники Вот Кто с рулем Дружит Даже я тут Одному земляку Ремонтировал Холодильнички В поселке Кучугура Это Темрюкский район Это отсюда В районе 100 километров Так вот Понимаете Он приехал Он жил на Урале В Екатеринбурге Потом Жил какое-то время В Москве Говорит Москва Достала До Нельзя Так Что это у нас Такое Красноармейское Районная специфика А это у нас Ритуалка Парикмахерская Вот Вот этот человек Из Москвы приехал Достала меня Это моста Взял домик У моря В Кучугурах И как бы Живет И кайфует И устроился водителем В ЖКХ Обычное Ну летом Говорит У них шикарно Там и платят Без задержек Зимой Говорит Да Денег нет Зимой Задерживают Но как бы Потом все равно Рассчитываются Поэтому Понимаете Здесь даже В станицах В станицах Даже можно найти Работу Попробуйте На Урале Где-то в деревне Вообще найти Хоть какую-то работу Да вы никогда Ее не найдете Понимаете В чем дело А если Найдете Вас туда Никогда не возьмут Потому что Там надо Кого-то убить Чтобы занять Что-то место Вот в чем дело Местное Наверное Горят Но опять Какой-то Приехал Тут Маскаль Снимает Сейчас Тут к нам Понаедут Понаехи Да Да кстати Нету здесь Такого Понимаете Здесь Вот я Приезжаю А постоянно Приходится С людьми Общаться То есть Я вам скажу Так Больше Половины Больше Половины Это Приезжие Здесь Приезжих Просто Смотрите Наверное Тоже Стол Заказов Скорее Всего Какой Нибудь Да И тут До Славянска Рукой Подать До Полтавской Рукой Подать До Краснодара Здесь Наверное Километров 55 Всего То Навсего До западного Обхода Шикарнейшее Место Шикарнейшее Стоимость Домов Здесь Не знаю Но Я скажу Так Явно Дешевле Чем Славянске 100% Хотя Вот Сегодня Я узнал Что Красноармейка Она Почему То Дорогая Ну Наверное Из-за Того Что Может Быть Близко Краснодару Хотя Не знаю Надо На Авито Зайти Там На Авито На Домофон Посмотреть Что Почем Ну Это Не Районный Центр Все Равно Я думаю Ценник Здесь Даже В районе Миллиона Уже Здесь Что Жилое Можно Прикупить А Красота Здесь Смотрите Березы То Это Вот Вообще Кайф Березы Это Я Вообще Тащусь Кстати Друзья Подписчики Кто Соберется На Юга Приезжайте В гости Берите Березовые Веники С собой Здесь Нет Березовых Веников Одни Дубовые А я Вот Прям Хочу Березовый Веник Не знаю Донаты Что Ли Начать Собирать На Березовый Веник Березовый 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 так вот тащатся знаете почему потому что в основном в основном потому что приезжают как правило из тех регионов где из тех мест где вообще вообще все они приезжают сюда понимаете кайфуют люди если конечно у вас городе скажем так еще не совсем все плачевно и не совсем все плохо то вам здесь может показаться не так уж и комфортно ну потому что знаете вот даже вот взять город откуда я родом на это каменск уральский сверловская область то есть очень много каменск переезжают соседней области скурганской люди да и прям тащат согрятой как у вас хорошо у вас есть работа у вас тут все так замечательно а местные каменцы мечтают оттуда уехать все понимаете кто в екатеринбург то в питер кто в москву кто на луну понимаете в чем дело то все познается в сравнении люди говорится человек человек зажрался да то есть вот человек живет и не ценит то что имеет что имеем не храним потерявший плачем то есть человек живет и не ценит и думает что-то но все так и должно быть и вот кто-то там живет лучше да а где-то человек живет там вообще в такой нищете что он думает что блин так вот он живет хорошо а он наоборот живет плохо то есть блин что-то масло масляное какое-то сморозил сам ничего не понял короче говоря очень много здесь людей приезжает из мест где вообще там на эти низ не газа не тепла солнца нету вообще там дороги непонятно какие полная работы нет то есть предприятия по закрывались они сюда приезжают устраиваются здесь там на 30 тысяч да и чувствует себя хорошо и замечательно что не чувствует смотрите греет солнышко тепло на море сел на машину до пробки но фиг с ними ты все равно приедешь на это море так или иначе не ну по крайней мере за полдня ты точно доедешь даже по самым большим пробкам вот поэтому все дальше что ли еще куда-то пойти пойдемте дальше может сходим поэтому вот люди приезжают многие вообще с такой глухом они что вот это понимаете камчатка там дальний восток там раньше было в союзе много работы то есть были градообразующие предприятия сейчас это все по закрывалась все похерилась людям деваться некуда особенно кто рабочий класс да то есть что им за что им держаться людям за пенсию пенсию они здесь получают даже ну пускай они теряют там какие-то коэффициенты при переводе пенсии но все равно едут и многие здесь устраиваются на работу понимаете а говорят работы нет работы нет бред это все понимаете сейчас вкладывают сюда столько денег что вообще началось это все развитие с олимпиады то есть сочи до взяла эстафету потом понимаете сюда куча организаций пришло да на рынок и вот эта инерция после олимпиады она как бы продолжилась уже не остановить как грецит машину потом начался вот этот строительный бум в краснодаре до стройка 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 все везде строят сейчас уже понимаете краснодар перенасытился да сейчас начинают набирать обороты частное строительство то есть активно начинаются застройщики уходят в строительство индивидуальных жилых домов анапа под анапой везде возле моря земли переводятся из сельхоз назначений в ижесе и делятся дробятся продаются строятся в общем тема такая здесь это строительство почему потому что поток не иссякает по наехавших поток не иссякает едут 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 и едут и едут и вы знаете что возможно где-то становится тесно в краснодаре уже реально тесно но край то большой очень большой край вливаются сюда и понимаете все равно туда куда едут люди да но по крайней мере я думаю лет несколько десятков лет я думаю что будут улучшаться здесь только в лучшую сторону будет все происходить если не вмешается какая-нибудь мировая политика а это конечно вообще запросто там скорее всего школа вот у нас далеки идем туда сходим там кстати есть многоквартирники ну как многоквартирники двух-трех этажки то есть необязательно здесь покупать дом здесь можно купить квартиру да для молодежи скучно все валят в этот краснодар 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 не знаю терпеть его не могу честно вам скажу понимаете был бы еще краснодар построен действительно как мегаполис другой разговор но скажем хотя бы как волгоград да но нет же это краснодар это реально станица это из станицы представьте что в деревню приехала миллион человек уже полтора до деревне все дороги были рассчитаны на полторы лошади понимаете и вот этот миллион час на этих узких дорогах пытаются как-то ездить ну что там там один нервный стресс в этом краснодаре понимаете ну деньги ну какие там деньги понимаете сейчас эти деньги вот сегодня ты встал на 10 на 20 рублей купил булку хлеба а завтра ты встанешь ты пол булки хлеба на них только сможешь купить то есть эти все деньги они обесценились и если деньги это москва там если у вас есть способность краснодар не то не тот уровень все равно мне кажется здесь то что работа да как бы вроде есть но молодежь не особо горит желанием работать потому что опять же тоже обесценивание денег все стремятся я зарабатывал сказать совершенно однозначно со своей точки зрения у меня были времена когда я зарабатывал ну в районе в среднем если посчитать общегодовую в среднем выходила в около сотки в месяц да и зарабатывал я несколько лет таким образом то есть я хочу сказать что ни черта я не обогатился абсолютно вот да может быть много комментариев по этому поводу но я вам однозначно скажу что сколько бы вы не зарабатывали их не хватает никогда вот смотрите такие вот домики у домика есть придомовая территория кто-то лучок чесночок садит можно такой вот квартиру купить можно домик вот сейчас пройдемся по частному сектору просто многие подписчики пишут снимайте подробно понимаете всем интересно живут вот суть то в том что я хожу для того чтобы понимали какие здесь домики да как здесь вот светет смотрите какие классные деревья насадили это что у нас вообще за деревья кто в деревьях понимает напишите я в деревьях мало что понимаю вот 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 я говорил что асфальт здесь не только по центральным улицам понимаете мне здесь нравится смотрите и там асфальт вообще прям как какой-то другой мир просто смотрите люди строятся люди пашут землю что-то выращивают это я бездельник сегодня мне надо работать надо мне холодильники чинить надо крышу там утеплять а я вот хожу понимаете снимаю как другие работают человек может спокойно смотреть на три вещи как горит огонь как течет вода и как работают другие люди я сегодня вот занимаюсь третьим смотрите адуваны уже появляются скоро все желто будет вот цветы для женщин вот женщина у нас кайфуют от цветов многие кстати знаете вот женщины там им самое главное чтобы вот цветочки вот они видят цветочки и все я вот влюбилась в краснодарский край мне лишь бы были цветочки а то что там канализации нету нету газа нету света там нету еще чего-то это уже по барабану лишь бы были цветочки вот поэтому надо со всех точек зрения это все показывать о смотри газон какой проехал ну я вот думаю честно говоря что за те деньги которые мы в славянске купили нашу саманную избушку здесь можно было за эти деньги купить вот наверное такой дом и понимаете в чем дело почему я всем пишу в комментариях ребят не торопитесь вы сюда приезжать ну в смысле не то что приезжать не торопитесь продавать все на родине сломя голову ехать и покупать первое попавшее я понимаю что это сложно да но надо набраться сил вот просто потратьте сто сто пятьдесят тысяч рублей на снимите на год квартиру обычную квартиру поживите просто год я понимаю что найти нормального адекватного квартира квартира с датчика это тоже задача не из легких да и психологически жить съемном жиле тяжело я это все прекрасно понимаю но поймите вот влететь потом продав последнее жилье последние вложить деньги и купить что-то непотребное а потом ходить и облизываться что есть лучшие места это еще более худший вариант понимаете в чем дело то есть всем говорю снимите жилье поживите год за этот год если у вас кругозор как говорится глаз везде бегает и вы все замечаете подмечаете я вас уверяю за год вы сделаете какой-то адекватный выбор осознанный у нас было так мы приехали в Краснодар я пожил там я понял что я там сойду с ума просто-напросто будет клиника да и был выход либо валить обратно на Урал да вот либо еще что-то попробовать и мы так посидели все это было в состоянии такого нервного стресса как бы я говорю ну че куда ехать я хрен его знает что-то Темрюк хотели да в Темрюк посмотрели в то время на Авито что-то ничего подходящего по деньгам не было там все какое-то дорогое было а поехали в Славянск что Краснодар рядом море рядом то сего пятое десятое рядом поймите это все так вот это очевидные вещи но очень много неочевидных вещей подводных камней которые составляют понимаете эти мелочи они составляют общую картину вот и чтобы эти мелочи узнать нужно здесь прожить какое-то время при том же все люди разные то есть одному нравится серое другому белое третьему черное на вкус и цвет товарища нет поэтому мой совет не торопиться потому что многие вот мы сейчас приедем вот знаете сидят вот там где-то на севере да вот мы говорит по карте посмотрели вот нам бы вот это место устроило вы пожалуйста съездите снимите ну сниму я но ребят вы ничего не поймете я сниму там вот так же пройдусь по центральным улицам да то есть поснимаю всю красоту да а есть же изнанка есть и помойки есть где воняет есть где нет канализации есть где еще что-то а это вы поймете только после того как сами поживете какое-то время поэтому вот так это очень опрометчиво просто взять и приехать сломя голову вот смотрите площадочка детская уже дети после школы играются играются ну ладно друзья с вами был канал славная семья я думаю сегодня славно с вами погуляли мне даже самому понравилось я сам кайфанул мысли если кого-то я донес правильные мысли я очень рад поэтому ребят спасибо за внимание всем спасибо всем пока